Рёх мотора, железные кони, адреналин, драйв и скорость. Всадники открывают душу дорогам, обручены с трассы, а в пути не знают ни страха, ни границ. Сегодня восемь десятков активистов байк-движения собрались на набережной реки Аки, чтобы вместе с жителями Мурома провести свой праздник. Фестиваль, куда приехали гранцы со всех концов. К нам обратились в Комитет по делам молодежи, администрацию округа Муром, активисты байк-движения округа Муром с предложением провести данное мероприятие. Мы, естественно, их поддержали, поддержала их в целом администрация и глава округа Муром Евгений Евгеньевич Рычков. И, как вы видите, интерес у муромлян данное мероприятие вызвало. Надеюсь, что сегодня всё пройдёт очень интересно, весело, незабываемо. Давно таких у нас мероприятий не было. И в целом хотелось бы сказать, что Комитет по делам молодёжи открыт для всех, для всей молодёжи, для разных идей. Со всеми мы готовы встречаться, обсуждать и воплощать в жизнь всё самое интересное и актуальное. Фестиваль оказался не только захватывающим зрелищем. Муромцам и гостям города можно было самим попробовать себя в роли поклонников фотокультуры, сфотографироваться и даже прокатиться по улицам города. Украсил фестиваль концерт, подготовленный юными участниками фестиваля под названием «Рок у стами детей». А по гейм-шоу стал конкурс на байк-мотоциклах. У нас здесь проходит байк-фестиваль. Состоит он из двух частей. Первая часть уже началась. От поста ДПС на Владимирском шоссе порядка 80 байк-мотоциклистов с государственным флагом Российской Федерации проехались по улицам города и приехали сюда на набережную реки Ака. И здесь у нас пройдёт анимационная конкурсная концертная программа. Всё это приурочено к дню государственного флага Российской Федерации. У каждого своё хобби, говорит мотоциклист со стажем Анатолий, который в дружбе с железным конём с 14 лет. Байкер – это не только хобби, это состояние души. Важна не скорость, а километраж, как оказалось, доброе сердце. В клуб байкеров просто так не попадают. Мы никого, никого мы не отталкиваем. Мы всем рады, всем двухколёсникам рады. Но к нам попасть в клуб, ну, в принципе, не так уж и, скажем, сложно, но не так уж и легко. Поначалу придётся, конечно, пару лет покататься, мы должны узнать человека, что он из себя стоит, как он себя ведёт, какие у него мысли. То есть у него просто сел, проехался и на этом всё кончилось. Клуб, он существует для того, чтобы за ему выручка, за ему помощь. Мы же не только, допустим, помогаем двухколёсникам. На будущий год можно ожидать очередного байк-съезда и, возможно, вскоре таким фестивалем станут доброй традицией. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Мура.